Настроение на высоте, как и готовность к шествию его участников. Провести день весны и труда на высшем уровне помогала даже погода. Константин и Светлана Ильины стараются участвовать в каждом важном для города событии. 1 мая просто не могли пропустить. Это замечательный праздник 1 мая. Традиционно мы его справляем всей семьей. День солидарности трудящихся. Начало весны. Мы все трудимся, поэтому мы хотим выразить солидарность, порадоваться майскому настроению, передать, поделиться со всеми. В этом году праздничные колонны участников шествия двигались по двум маршрутам. Мощный поток людей хлынул на Молодогвардейскую и Куйбышева. По улицам прошли более 20 тысяч человек. Представители трудовых коллективов, профсоюзных комитетов, политических партий, активисты общественных организаций и студенты. Мы рады, что мы на демонстрации. Мы каждый год ходим и всегда приветствуем это. У нас душа прям просит уже этого. Весна, тепло, мир, труд, май. То есть года в год движение, связанное с Первым Маем, набирает обороты. И мне очень приятно находиться в одной колонии со всеми нашими гражданами, горожанами. И с рабочими, и с интеллигенцией, и с учеными, и со студентами, и с молодежью. Это очень здорово. Это говорит о том, что мы с вами крепнем, что мы с вами единая сила, которой многое можно доверить и нам многое по плечу. Конечной точкой шествия традиционно стала площадь имени Куйбышева, где состоялся митинг. В торжественной обстановке огласили результаты регионального конкурса на лучший коллективный договор. Его победителями стали организации и предприятия Самарской области, которым были вручены переходящие знамена. Участников митинга с праздником весны и труда поздравил и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Этот праздник символизирует высшую ценность созидательного труда, вольтельное величие человека-труженика, солидарность, единение, сплоченность. Будущее страны за трудолюбивой молодежью – образец для подражания студенты учебных заведений Самарского региона, победители и призеры полуфинала национального чемпионата ПФО по стандартам WorldSkills, прошедшего недавно в Самаре. Они получили памятные подарки и медали из рук губернатора. Трогательным моментом стало чествование участника Великой Отечественной войны Владимира Ивановича Чудайкина. 1 мая исполнилось ровно 70 лет со времени штурма Рейхстага, за отличие в котором танкист Чудайкин был удостоен звания Героя Советского Союза. К юбилейной дате ему присвоено звание почетного гражданина Самарской области. «Я гордостью буду носить этот знак и буду до конца своей жизни гордиться. Поздравляю вас днём весь мир туда». Весеннее настроение создал концерт с участием творческих коллективов Самарской области. Также на площади работали тематические секции. Все желающие могли получить консультацию специалистов службы занятости населения, узнать об оказании социальных услуг и даже присмотреть программы летнего досуга для своих детей. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.